Итак, это видео будет посвящено теме получения споровых отпечатков грибов. Фактически не играет роли, какие это будут грибы. Таким способом можно получить отпечатки любого вида грибов. Итак, начнем. Начнем это повествование из конечного этапа. Вот, показываю чашку Петри. Это споровый материал, кто следит за каналом. Там вы могли видеть в видео, гриб выделяет споры. Кому-то показалось, кто-то спамит канал, добавляет какие-то ненужные видео, но на этом канале не бывает ничего того, что не имеет смысл. То есть гриб выделяет споры. Там видно, как небольшой такой дымок идет из-под шапочки королевской вешенки. Имея агаровую среду, легким движением руки, можно получить этот материал споры непосредственно из самого гриба. Сразу скажу, что нужно делать таких посел несколько. Несколько это означает не меньше пяти. Потому что из попыток получить этот споровый материал, я не помню, там несколько оказалось неудачными. Они были отбракованы. А вот эта чашка, здесь она вот маркирована, это получено 2.09.13. Можем видеть, что нет никакого постороннего роста. Здесь видно только прорастание спор королевской вешенки. Этот материал, можем видеть, что он не есть такой вот гомогенный, там разные росты. Но это уже вопрос отдельный, понимание того, что дальше с этим делать. А сейчас вот посмотрим, как получить самым простейшим способом споровые отпечатки грибов, которые вы бы хотели. Вот, хорошо было видно способ, как это все происходило. Просто говоря, грибы были поставлены на сушку, и по-другому это никак не назовешь. Сейчас мы сделаем съемку с руки, так, чтобы более внимательно и более детально рассмотреть то, что здесь произошло. Вот этот мир спора. Специально было отобрано разные образцы. Здесь, видите, большие шляпы. Там немножко такие поменьше. Это споровые отпечатки вешенки устричной. Давайте возьмем любой из них. Вот, посмотрим на вот этот первый от нас отпечаток. Мы убираем этот гриб. Вот так он выглядит. Эти грибы можно дальше или куда-то использовать, или сушить дальше. С ним ничего не случилось, но нас интересует вот это место. Здесь даже видно, как отпечатались пластинки гриба. Вот мы получили сейчас споровые отпечатки вешенки устричной. Ну, сами понимаете, в таких условиях этот споровый отпечаток не является стерильным. Это сразу к тому вопросу, что получить стерильный споровый материал довольно-таки сложно. Для этого нужна среда. Для этого нужно сделать несколько попыток. И то, что я показывал сначала, на чашку Петри можно сделать этот засев. Ну, потом тот материал, который у вас получается из спор, он не является гомогенным. Туда попадает множество спор. И путем культивации и отбраковывания мицелия, который будет показывать слабые результаты при росте на агаре, его нужно будет отбраковать и оставить только те чашки, на которых споры будут показывать довольно-таки активный рост. Вот таким образом мы сейчас убираем вот эти материалы. Это нам уже не нужно. Итак, возникает вопрос, какой смысл вообще из получения этого спорового материала? Как его дальше можно использовать? Ну, во-первых, в принципе, теоретически его можно делать, пробовать делать посевы на питательные среды, но нужно сразу оговориться, что этот материал не является стерильным, и, скорее всего, на чашке будет сразу видно, что будет появляться посторонний рост. Нужно делать дополнительные пассажи. Это очень сложная такая процедура и манипуляция. И, ну, этот споровый материал, он вообще не является материалом для получения более-менее какого-то там значимого мицелия, с которым можно будет дальше работать. Хотя, не все совсем так. Но нас будет интересовать в этом процессе получения спорового материала некоторые другие моменты. Таким образом можно получить споровый материал любых грибов. Это могут быть белые грибы, это могут быть подосиновики, ну или что вам там будет еще интересно. В дальнейшем этот споровый материал можно перенести в то место, или, ну, речь идет вообще о смысл получения этого спорового материала, идет о том, о выращивании микоризных грибов. Таким образом мы можем получить споровый материал, и в дальнейшем его использовать для попыток вырастить все-таки микоризные грибы. Ну, в основном будем говорить там о белых грибах. Этот вопрос больше всего интересует людей. Логическим сразу напрашивается вопрос. Если мы будем носить при посеве или посадке вот споровый материал, почему не внести сразу готовые грибы? На это есть вполне логическое и теоретическое объяснение. То есть сам гриб, он будет источником развития посторонней инфекции, и он будет загнивать, и, скорее всего, эти споры в процессе гниения погибли. Те споры, которые попали во внешнюю среду, они уже имеют природой так обусловленные свои механизмы к дальнейшему развитию, к дальнейшему росту. И таким образом в дальнейшем мы можем использовать эти биологические свойства вот этих спор в дальнейшем при посеве. О чем я хотел сказать. То есть попав в внешнюю среду, у этой споры есть капсула, она защищена от всех внешних воздействий для того, чтобы попасть в какие-то условия. И в этих условиях она будет находиться в таком спящем состоянии очень длительное время, до тех пор, пока не сложатся те обстоятельства, при которых будет возможность для ее прорастания. Этот момент она найдет самостоятельно, без нашего участия. И когда сложатся вот эти возможности для того, чтобы произрастали вот эти споры, велика вероятность того, что они это сделают. Таким образом, в том месте, куда они будут внесены, будет развиваться мицелий тех грибов, споровые отпечатки которых вы внесли в это место. Таким образом, мы можем получить споровые отпечатки любых грибов и внести их туда, где мы бы хотели их выращивать. Если речь идет о мекоризных грибах, то, скорее всего, если это будут отпечатки белых грибов, то их нужно будет поселять в те места, где растут, ну, лучше всего это березы все-таки, там быстрее всего, и они образовывают очень хорошие мекоризные взаимокушения. И вот, к примеру, что мы будем дальше делать вот с этими материалами. В дальнейшем мы их будем нарезать на вот эти части отдельные отпечатки и упаковывать в какую-то чистую емкость. И вот здесь мы можем видеть уже есть готовые полученные споровые отпечатки. Это есть отпечатки аммонита мускария, карпатские грибы, и полученные они вот тем же самым способом, который вы видите сейчас. Ну и в определенное время, это будет где-то весна, мы сделаем такую пробную посадку в природу вот этих отпечатков на фольге. И мы будем наблюдать, что из этого всего произойдет. Результаты, вот если будете следить за каналом, то, скорее всего, мы будем это освещать в дальнейшем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...